здравствуйте на библейском портале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы и вот сегодня у нас такой вопрос как убедить друзей прийти к богу вероятнее всего этот вопрос прислал нам человек который сам не так давно обратился к богу потому что наибольшим таким миссионерским порывом отличаются как раз люди совсем недавно сами обретшие веру искренне чувствующие не только ее радость и глубину но и весь тот переворот который с ними совершился при обретении этой веры поэтому такой человек спешит старается как можно большему числу людей особенно близких людей рассказать о своей вере поделиться с ними своей радостью и переживает когда эти близкие люди вот в данном случае друзья не разделяют его веры не разделяют его радости поэтому действительно часто проповедь таких вот недавно обращенных людей является наиболее горячий наиболее искренний люди может быть какое-то время уже прожившие в вере и в церкви приобретший опыт знают что сделать это не очень просто они наверняка пытались сделать это многократно но не всегда их проповедь оказывается успешные не всегда друзья близкие или родные готовы вас слышать и готовы в вашей вере и любви и вашей надежде следовать за вами что же все таки нужно для того чтобы ваша проповедь была услышана для того чтобы ваши близкие друзья готовы были поверить вам не просто вот в вас готовы были поверить в то во что вы проповедуете ну вот что говорит об этом апостол павел после павел говорит так вот ты хвалишься богом и знаешь волю его и разумеешь лучшее научаясь из закона и уверена себе что ты путеводитель слепых свет для находящихся во тьме наставник невежд учитель младенцев имеющий в законе образец ведения и истины как же ты уча другого не учишь самого себя проповедуя не красть крадешь говоря не прелюбодействуй прелюбодействуешь гнушаясь идолов святотатствуешь хвалишься законом а преступлением закона бесчестишь бога ибо ради вас как написано имя божие улица у язычников вот как я уже сказал очень горькие слова апостола павла который обращаясь в общем к нам говорит что ради нас язычники не только не приходят к богу не только не уподобляются нам в нашей вере они отвращаются они начинают хулить имя божие и поэтому первое правило для человека который задумывается не только о своем спасении о спасении ближних состоит в том чтобы соответствовать тому что ты проповедуешь поскольку если вы сами не живете по вашей вере то вы будете уподобляться тому в общем наверное очень заботящемуся о своих детях отцу который например сам курит а ребенку с вами говорит не 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 ты не кури курить это плохо сам ругается позволяет себе ругаться например матом а ребенка свой говорит не 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 там ругаться матом нельзя сам говорит не поступает так допустим не обманывай ребенок видит что его родитель обманывает поэтому первое с чего начинается научение другого как сказано и в другом месте священного писания врачу исцелись а сам эти слова неоднократно встречаются в разных местах священного писания то есть для начала необходимо все таки жизнь свою привести в соответствии со своей верой и тогда действительно люди видя так когда просветится свет ваш предчеловеке я когда видит ваши добрые дела и прославится отца вашего и же есть на небесах это единственный по-настоящему возможный эффективный способ приведения других людей к вере ну либо варианте когда это не ваши близкие люди проповедь может быть успешно когда вы не знаете жизни этого человека вы слышите только его слова вот вы видите его красноречия например его чувства или переживания которые в общем тоже могут быть искренними но только тогда тоже и это проповедь будет успешной также впрочем как и проповедь перед друзьями если вы они знают вас видит вас когда эта проповедь сопровождается покаянием когда вы признаете свое несовершенство когда вы плачете о своих собственных грехах вот но люди готовы будут понять простить вас однако все равно будут ждать от вас что господь сначала вас исправит а мы посмотрим вот поэтому все таки мне кажется хотя каждый из нас призван к миссионерству призван к тому чтобы как говорит апостол петр своем послании всякому вопрошающему тебя о твоем уповании ты должен дать ответ скротостью и благоговением ответ каждый из нас должен дать тем кто нас спрашивает но вот выходить на проповедь чтобы обращать людей необходимо собственно хотя бы возможно после того как вы избавились хотя бы от основных главных явно вопиющих к небу грехов поэтому Продолжение следует...